Увидела объявления в социальных сетях о наборе военнослужащих на территории ДНР, звонила, я заканчивала курсы охраны, школу охраны, и там была начальная бизнес-косготовка, мне сказали, что можно подъехать в Новоазовск, военкомат, там взять мобильное предписание и поехать в часть. Когда меня забрали на штурм, который состоялся 11 октября, я, как фельдшер, должна была оказывать первую медицинскую помощь, помогать ему в Союзной Европе. И непосредственно перед штурмом, за несколько часов я узнала, что должна ехать на БЭХе с основной штурмовой бригадой. У меня была только аптечка, которая была у меня по сгрузке. Основная группа бежала в неизвестном направлении, нас осталось 5 человек. Когда я стала запрашивать эвакуацию, мне долго очень отвечали, не отвечали. В общем, обещали, что заберут по серому, обещали, что так заберут, не заберут. Я стала просить, чтобы хотя бы как-то закинули аптечку, потому что БЭШ-ки закончились, а кровь лечения не останавливалась ни у меня, ни у ребят. В дальнейшем мы ждали, ну, надеялись, что эвакуация все-таки будет, но уже пришло понимание, что за нами не придут. Потом у меня стала кружиться голова от грамм потери, и я потерялась знания. Начнулась я уже на носилках и менялась в украинской военной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok